Приветствую вас на моем канале. Наконец-то добрался до видео о корпусе и новой прошивки для источника напряжения с малым шагом. Процесс проектирования корпуса я показывал в одном из предыдущих видео. Довольно быстро я его напечатал, но где-то недели три, наверное, этот корпус просто валяется и ждет своего часа. То есть оттягивал все, не находили до него руки. Ну а теперь давайте рассмотрим. Во-первых, мой 3D принтер Anet A6, по-моему, точно не помню, меня расстраивает главным образом тем, что детали не всегда прилипают к столу и калибровку стола приходится делать практически перед каждой печатью. Скорее всего это связано с тем, что я переносил датчик по оси Z, то есть вертикальный. Ну в общем возникают проблемы и начал там шариться, смотреть актуальные цены, может купить какой-нибудь новый принтер и в процессе наткнулся на YouTube канал Дмитрий Соркин. Канал полностью посвящен 3D принтерам, тут он стримы проводит, сборки, дает различную информацию по настройке программ, по особенностям печати и прочее. Так что если кому-то интересна тема 3D принтеров, то посмотрите этот канал, может быть понравится. И у него я нашел отзывы о пластике P&G. Под впечатлением я заказал себе у фирмы Best Filament, это томская фирма производит. Также пластик P&G черного цвета 1 кг, причем стоят они одинаково, что OBS, что P&G, но основные отличия его в чем? Очень прочный, заявлено беспрецедентное сцепление слоев, что очень актуально, если вы печатаете в вертикаль тонкие такие детали, то их из ABS пластика легко сломать руками, ну относительно легко. Химический стойкий, то есть как ABS пластик его нельзя обрабатывать, там парах ацетона и прочее. Универсальный, так что еще тут? Еще плюс большой, это требуемая температура стола 60-70 градусов, довольно низкая, в отличие от ABS там 110, ну 100-110 градусов требуется. И еще один плюс, так, где тут? Тут не указано, но вроде как он не токсичный особо. Тут указано прочный, крепкий, без запаха при печати. ABS пластик довольно сильно воняет и в квартире при его печати, ну ощутимый запах, который во-первых сам по себе неприятен, может вызвать различные проблемы со здоровьем, ну и то, что он как бы токсичный, пластик тоже влияет на здоровье. Этот материал практически не имеет запаха. Так легкий запах возле самого, возле самой детали при печати наблюдается, ну а в квартире находиться спокойно можно. То есть у него есть штуки 3-5 плюсов по сравнению с ABS пластиком. Из минусов, что стойкость к ацетону, к растворителям можно назвать минусом в том случае, когда вы хотите деталь обработать, удалить, что-то сгладить и прочее. И сейчас покажу, что получилось, он как бы такой грязноватый при печати, ну может быть у меня настройки такие не самые удачные. Так, вот такая штука получилась у нас при печати. Это у нас низ, я еще ничего не отдирал специально, чтобы все это сделать на видео, поэтому здесь мы видим вот эту вот юбку тонкую. Низ напечатался вполне себе здорово. Видим, особенность пластика в том, что он вот такой вот блестящий изначально, без обработки какими-то материалами. Сейчас к этому еще вернемся. Тут все, ну вроде бы более-менее. Вот главная проблема, что он, ну как я говорил, такой грязноватый. При печати особенно мелких деталей, к примеру, вот попросили сделать вот такую штуку. Ну то есть такой, не знаю как сказать, на прочность не проверял, ну вроде бы спекаемость слоев отличная. И здесь видим, что при переходе головки остаются вот такие вот сопли, которые конечно легко удаляются, но впечатление маленько портят. Вот. Также, вот такая вот фигня видим, как бы показать, что либо я менял сопло, не до конца вкрутил, либо что. В общем, у меня под соплом подтекает пластик потихонечку и вот два раза не уследил. То есть там на сопле скопилась приличная капля пластика, она затвердела, прикоснулась к детали и затормозила столик. То есть произошло смещение. Таким образом мы видим, что тут на треть части как бы деталь у нас разрезана. Это нижнее основание, которое печаталось потом вверх и здесь опять не уследил. Пару раз убирал, а потом не заметил. Не знаю, буду разломывать или нет. То есть разломать, поставить ровно и склеить клеем. В двух местах придется. Или не буду этого делать, так и оставлю. Все-таки это для себя, так что я не столько заморочен на эстетике. Поэтому сейчас попробуем собрать этот корпус и покажу работу устройства с новой прошивкой. Ну и еще один минус, да, я сейчас не посмотрел. Или в солиде я ошибся, или размеры изменились при печати, но это вряд ли. Что, как я говорил, вот эти вот бортики, они не подходят вплотную к корпусу. Они чуть-чуть больше, то есть он не влезает. Поэтому придется механически эти бортики подрезать, уменьшать толщину. Так, и еще момент, который я хотел сказать, это то, что поверхность вот такая вот блестящая. Для сравнения, корпус ниты. Вот мы видим, так они почти одинаковые. Это при том, что вот эта поверхность, она обработана в парах ацетона. То есть она как бы оплавленная, это химическая обработка. А низ я, насколько помню, не обрабатывал. То есть здесь у меня вот так вот просто вынимается. И за счет вот этих бортиков все отлично держится. Ну то есть вот так вот у PG поверхность получается блестящая, глянцевая. А у ABS пластика она матовая. Ну вот так вот получается. Транзистор все нормально сюда ложится. Радиатор, энкодер. Для дисплея сделал отверстие ровно по размерам. И в этом проблема, что придется с усилием его туда вставлять. Поэтому надо маленько расширить отверстие. Гайка гнезда для питания нельзя ее крутить. То есть придется закручивать именно сам разъем в гайку. И доработать, уменьшить ширину вот этих вот стоек. Примерно на сколько здесь? Буквально на полмиллиметра. Предусмотрено отверстие под крепеж шурупами. Но я бы не хотел этого делать. Просто чтобы было на трении. Посмотрим как получится. Ну и в итоге получилась вот такая вот штучка. Для моей рукожопости вполне себе неплохо. Вот поэтому я не люблю делать корпуса. Потому что требуется много аккуратности. А я не люблю делать все аккуратно. Тут радиатор. Он прижимает транзистор. Как это делается было показано в видео. Где я проектировал корпус. В углубление помещается транзистор. И прижимается просто радиатором. Разъем для питания 19 вольт. Выход напряжения. Ручка энкодера с кнопкой. И тут дисплей. Кусочек оргстекла. Приклеен с одной стороны корпуса. Снаружи. И изнутри приклеен на термоклей. Дисплей с SD1306. Здесь под перил. И все отлично. Как я и хотел. Там у нас вся электроника. Без каких-либо болтов. Все отлично держится. Просто закрывается. И за счет трения этих бортиков. Крышка отлично держится. Ну вот такая вот штука. Весит немного. Размеры маленькие. Функционал довольно большой. По-моему я не показывал этот вариант. Прошивки. Так что давайте рассмотрим. Но собственно отличается она только дисплеем SSD1306 вместо 1602. То есть раньше там был вот такой дисплей. Для уменьшения габаритов поставил дисплей на базе контроллера SSD1306. Более крупный сейчас еще покажу. Так что включаем блок питания ноутбучный в разъем. И сразу готовы к работе. Показывает напряжение, ток, выходную, мощность. Мощность которая съевается на радиаторе. И значение шим сигнала. Есть еще свободное поле. Хотел туда выводить какой-нибудь значок перегрева транзистора. Но насколько я помню так и не добавил. Не нашел подходящую картинку. Еще раз функционал дисплея. Не знаю было видно на той камере или нет. Напряжение, ток выходной. Выходная мощность, радиаторе. И шаг шим. Крутим ручку энкодера. Увеличиваем напряжение. Ну и те же настройки. Короткое нажатие и переход в другой режим. Длительное нажатие и переход на напряжение до 15 вольт. Сейчас вот видим минимальный шаг. Который я установил при данном разрешении. Это примерно 0,5 мили вольт. Давайте еще раз быстренько проверим. Включим вольтметр в режим измерения. Ну давайте сначала напряжение. Ладно. Провода для подключения нагрузки пока оставил такие. И смотрим. 3,97. 3,254. 1,557 вольт. Длительное нажатие. Переходим в режим до 15 вольт. 5,324. 8,136,7. И выставим ровно 15 вольт. Так. Тут почему-то небольшое расхождение. Или просто так получилось. Ну вот 15 вольт. И подключил резистор. 270 ом на выход. Посмотрим. Видим. 4,07. 6,998. Показывает тут. И тут чуть больше. И так же можем видеть ток. И так же программные защиты по перегреву транзистору. Ну ограничение мощности выходной и мощности, которая осеивается на транзисторе. Потому что он не имеет активного охлаждения. Просто пассивно передает тепло небольшому радиатору. И как я говорил, в задаче этого устройства не ставилась большая выходная мощность. А именно стабильное выходное напряжение с малым шагом изменения этого напряжения. Для использования в качестве опорного напряжения. Для калибровки различных устройств. Вот такая вот вроде как законченная у нас получилась конструкция.